У террористов движение ХАМАС, которое контролирует на Ближнем Востоке сектор газа, новый лидер. На выборах, а их провели впервые, победил Исмаил Ханиям. Чем это грозит Израилю и что собирается делать новый глава террористической организации, расскажет Сергей Ослендер. Вся эта история с выборами в ХАМАС отличная иллюстрация к математическому правилу. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Примерно так смотрят на все эти игры в выборы и в Израиле. Для Иерусалима, в общем, не имеет значения, кто сейчас будет у руля террористической организации. И тем не менее, главой ХАМАС стал Исмаил Хания. Прежний руководитель Халет Машель, когда-то чудом уцелевший после покушения оперативников МОСАДА, теперь простой член политбюро. Кстати, в отличие от Машеля, Хания всегда проживал в Газе, где находится и поныне. Это первый случай выборов в этой террористической организации, о чем ее руководство заявляет с гордостью. Мол, теперь и у нас демократия. Это доказывает, что движение является демократическим и обновленным. Мы верим в демократический выбор, верим в нашу легитимность. Избираем членов политического отделения, исполнительного комитета и лидера политического аппарата цивилизованным образом. Ну, с единством пока все очень непросто. Я напомню, что ХАМАС захватил власть в секторе ГАЗа в 2007 году путем военного переворота. С тех пор формально на словах он подчиняется главе палестинской автономии Махмуду Аббасу, а на деле создал в Газе параллельные органы власти. Кроме того, ХАМАС это один из злейших врагов Израиля. Последние три войны еврейское государство ввело именно с боевиками этой организации. Правда, после последнего конфликта, в котором они понесли тяжелые потери, террористы демонстрируют явное стремление к миру. Во всяком случае, из устава ХАМАС исчез печально известный пункт об обязательном уничтожении государства Израиль. Нужно отметить еще и такой факт. Теперь преемником Исмаила Хании на посту главы ХАМАС в Газе стал очень хорошо известный Яхья Санур. Это террорист со стажем, много лет отсидевший в израильской тюрьме. Так что, повторюсь, никаких особых изменений от нового лидера ХАМАС в Иерусалиме не ожидают. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер.